Случай, что в течение одного дня, по сути, всё прошло. Было всё, а потом... Ну, то есть вы потеряли бизнес там или всё? И в 16 лет стараюсь, подхожу до какого-то уровня. И, соответственно, до уровня я подхожу, а потом снова вылез. До уровня я подхожу, а потом снова вылез. На сегодняшний день обещаний много, но не могу... Обещаний от кого? Вы зависите финансово от каких-то людей, что ли? Не людей, а от обязательств по поводу, скажем так, становления. А, то есть, другими словами, у вас есть начальство, которое вам даёт обещания по вашему карьерному росту и обещания... Да, ну, не начальники, а старые друзья, старые пересекались где-то в Сибири, там, по-разному, не сам. А может, вам своё что-то делать-делать? То есть, не зависит от этих людей? Думал, но не получалось. Пробовал, но как-то... А что вы пробовали, какая деятельность? Дороги, это государственная же бизнес, надо иметь связи, всё равно. Всё было, и много не получалось. Вот эти друзья ваши, они вам мешают развиваться. Вот у вас по судьбе уже 5 лет как хорошая возможность развиваться. Но вот эти вот друзья, вот я их вижу, чувствую, они не заинтересованы в вашем развитии. Мы, они, знаете как, я это могу просто объяснить, вы хороший исполнитель, их устраиваете полностью в том, что вы делаете, вы качественно всё делаете, правильно. И на том месте, где вы стоите, очень трудно найти человека. И вы всё делаете на этом месте, и вы их устраиваете на этом месте, вот так вот. А вы надеетесь, что они вас поставят на другое место, где они могут другого человека поставить. На ваше место же надо выучить, они могут что туда выучить, что сюда выучить. Им выгоднее опытного человека там оставить, потому что, насколько я вижу, деятельность очень ответственная, рискованная, требует очень хорошей квалификации. Всё, вот такой ответ. А если вы будете ставить им условия, тогда они испугаются. И, ну, условия с таким выводом, что или я ухожу, и вы уходите, и делаете что-то своё, и у вас лучше получится, чем вы на них работаете. Так, а что я не знаю, что могу понять, и к чему прийти, чем заниматься? Я реально могу работать. В сложные времена у меня... Ну, вот смотрите, у вас есть как бы несколько видов управления. Вот, допустим, по вашей судьбе, ну, есть четыре вида управления. Есть администратор людей, есть администратор процессов, есть идеолог процессов и идеолог людей. Вы — идеолог людей, сильный. Идеолог процессов чуть послабее. Администратор процессов ещё чуть послабее. И вообще никакой администратор людей. То есть вам нельзя командовать людьми, это опасно. Но администрировать процессами, создавать какую-то деятельность нормально. И идеологическая работа с людьми ещё лучше. Хорошо. Это только по своими, если заниматься, а по государственным? То, что я продвигаюсь по государственным, у меня там-то отношения. Да, всё нормально, по государственному, отлично. У вас сейчас очень хороший период деятельности. Плохой период закончился четыре с половиной года назад. Вот. Ваша проблема только в том, что вы сильно привязаны к людям и сильно в их верите, надеетесь на них. И из-за этого вы сейчас страдаете. Вы верите в тех людей, которые вам ничего в жизни не дадут больше всего. Они вам давали самое последнее шесть-семь лет назад. Хорошо, Олег Иванович, что мне надо... Я понимаю, что вы мне дадите... Да, надо ставить им условия. Надо говорить, или я ухожу, или вы ставите меня вот сюда. И всё. Да. В данном случае наглость – второе счастье. И это сработает. И они вас очень сильно ценят, очень. Но они вас используют очень нагло и бесцеремонно. А вы просто доверяете людям, их любите. И поэтому вы... Вами пользуются. И вам надо сейчас менять риторику отношений с этими людьми. Всё, спасибо. И это сработает, скорее всего. И они подумают. И вам скажут условия свои. Сразу не поставят, скажут условия, при котором вы перейдёте туда. Ну, скорее всего, может быть, до образования какое-то, или постепенный переход. Я не знаю. Но сразу они, прямо сразу у вас туда, ну, что-то вам предложат. И если они вам это откажут, вам в этом, что маловероятно. Ну, вот, смотрите, я сейчас, как бы, давайте навскидку, просто... Вот с этой командой вы работаете 11 лет. Правильно я сказал? Восемь. Восемь? Восемь-девять. Девять лет. Ну, два года до этого были их какие-то тоже друзья. Видите, я точно вижу ситуацию. Точно вижу. И я точно вижу, что эти люди вас, ну, кидают, по-русски сказать. Они используются вами неправильно, не учитывая ваш интерес. А вы очень скромно ждёте, когда же они сделают мне приятным. В бизнесе надо применять силу иногда. Они не хотят вам сделать приятным. Вот. А вы боитесь потерять эту деятельность, страх сильный. Поэтому вы зависимости набоитесь. И вот Бог вас учит непривязанности сейчас. Учитесь быть смелее. У вас есть знакомые уже сейчас, вне них, этих людей, вне. Которые вам больше в 10 раз помогут. Если вы к ним обратитесь, к этим знакомым, которые тоже связаны с похожей или с этой деятельностью, как я вижу, они вас с удовольствием сразу возьмут на более высокую должность. И всё. Олег Иванович, тогда встречный вопрос. Да. Я уже этих знакомых, вы просто не поверите. Есть у меня много знакомых. Фотографии после лекции. Покажите, я вам скажу, к кому обратиться. Всё есть. Спасибо. Здравствуйте, Олег Иванович. Хочу сказать вам спасибо за вас. Спасибо, что приходите. Я вас очень люблю. У меня вопрос. Последний раз, когда мы в Тюмени видели с вами... Как вы так, Тюмень, Питер? А я снова в Уренголе. Я приезжала в Тюмень специально на вашу... И в Питер тоже специально. А сейчас я приехала на постоянное место жительства. Угу. Вам здесь подходит больше, да. Да, вот я хотела спросить. Ну, вы чувствуете, да? Да, я чувствую, что я... Вам хорошо, вот. Да, очень. Это, как это... Девушка, вы москвичка. Москвичка, а шо? Сейчас все как бы... Вы сказали, что у меня скуплость сердца в Тюмени. Вот. Проблема была у меня в этом. Потом я родила ребенка, и через год у меня обнаружили онкологию. Да, я прошла все вот эти круги. Это третий слой у вас там, что-то с маткой, наверное, да? Нет, рам грудью. А, грудь. Ну, то есть у меня вырезали все, что можно. Потом сейчас я нахожусь в ремиссии. Абсолютно не думаю об онкологии. Не надо думать, что... Некоторые думают. Если я не думаю об онкологии, значит, я не заболею онкологией. Это все просто, понимаете? Динамический блок на четвертом слое, плюс негативный тонус на четвертом слое. Три часа двадцать минут ходьбы, раз в пять дней, и двое суток поста не есть мясо, рыбу, и не ест по вечерам ни мясо, ни рыбу, ни яйца, ни зерновую, ни бобовую, ни сладкую, ни молочную пищу. А есть овощи, фрукты, супа, фрукты, орехи. Низерновые крупы такие, как гречка, кинуа, пшено. Вот. Можно зелень, тушеную зелень есть. Все как и делаем. Все, и три часа двадцать минут ходьбы, двое суток поста. Раз в три недели. У меня просто вопрос, пять лет прошло уже, и сейчас... Я вам сказал, что надо делать. И все. А вопрос, куда мне направить сейчас, ну не то, что свою энергию, а в каком направлении мне развиваться? Потому что у меня нет планов на будущее. То есть я не загадываю какие-то такие дальние цели. То есть я живу как бы сегодняшним днем. Ну живите, но сначала надо фундамент. Фундамент жизни — это психическое тело человека. Если там такие жесткие блоки, которые дают опасность онкологии, блоки-то никуда не делись. Ну вырезали онкологию, а блоки остаются. Да, и что делать? Что делать, я вам сказал. Ну это питание. Три часа двадцать минут ходьбы, раз в пять дней, двое суток поста на воде. И только через восемь-девять месяцев, по графику, вот так вот, вы сможете блоки эти срезать и лишить опасности себя возникновения онкологии. Но при этом надо и статические упражнения делать, чтобы дисбаланса не возникла в организме. Надо читать методичку. Методичка находится на сайте torsnov.ru в разделе «Материалы». Методичка по ЗОЖ. Ее скачиваете, она за пожертвованием, там рубль пожертвует. И будете делать, я вам сказал, четвертый струлой поражен, динамическое напряжение, негативный тонус. Если у вас осталось полтора года, если вы за полтора года ничего не будете делать, то через полтора года у вас пойдет, пойдет рецидив в той же зоне, это левая грудь. Вот. И привет родителям. Дальше. Сразу пойдут метастазы. Спасибо. И через два года риск преждевременного ухода из жизни. И вы говорите, как бы, что делать, а в ответ хочется сразу включить песни. Люди, начну ничем заниматься. Если вы не понимаете опасности для своей жизни, то я вам включу песенку. А песенка не слышна. Что-то у нас там с нашими настроечками. Я хотела, наверное, сказать, что нужно идти к Богу. Правильно? Я хочу сказать, что нужно очищать организмы, а не работать сейчас. Ну, работать можете, но главное вот этим заниматься. Вы говорите, что мне главное? Что мне главное? Что мне делать? Я вам сказал, что у вас главное. Вы говорите, А если вы этого не понимаете, то дальше вот будет привет родителям. Но у нас нет музыки. Или мне музыку. Мужчина дальше. Да? Можно ли вы лечить кисты, камни, почву от язвовой колит с помощью кольца? Моих методик? Да. Ну, вот вы то, что говорите, это в лоханках, да, кисты? Это все второй психический слой. Лоханки, язвенный колит тоже второй психический слой. Там блоки находятся. То есть это динамическое напряжение и токсины. Эмоциональный, то есть второй слой связан с эмоциями. У вас эмоции зажаты. Видно, вы себя как-то сдерживаете. Может, это связано с управлением, людьми, не знаю, там. Стараясь себя в руках держать, чтобы всех не поубивать. Вот напряженные эмоции такие. И негативные эмоции сильно испытываете. Это все приводит к накоплению вот этих вот этой энергии и блокированию входа энергии вот в эти органы. То есть почему лоханки страдают? Потому что там не хватает энергии. Сами поселения лоханки могут легко вылечиться, если им дать энергию. А энергии не поступают из-за психических вот этих вот проблем. Ну, то есть достаточно час сорок ходьбы, три раз в три дня, средним шагом. И 36 часов поста на воде, стараться ограничить питание по вечерам, то, что я девушке говорил, зерновую, бобовую, молочную, сладкую, мясо, рыбу, вечер нельзя есть. Лучше вообще снижать мясо, рыбу, потому что это пища, которая формирует токсины, негативный тонус в организме. Ну, лучше почитать методичку, и там здоровый образ жизни делать. Через 8-9 месяцев блоки пробьются, и почки начнут восстанавливаться. Язвенный калит тоже. Ну, то есть организму нужно просто правильно, ну, правильно, дать энергию, дать возможность, чтобы поступала энергия. Язвенный калит еще, мне кажется, вы любите что-то жареное или острое по вечерам. Кишечник лечится во второй половине дня вечером. Если вы его бьете по нему, острой пищей, жареной там, то от этого страдает тоже, ожог кишечника идет. То есть от питания неправильно. Ну, то есть методичку читайте, и, может быть, вы давно слушаете мои лекции, нет? Недавно, видите? Вот все, что я сказал, это похоже для вас на бред пьяного шизофреника. Понимаете? Вот я сказал, думаю, что он говорит вообще, непонятно. Потому что вы не знаете, вы не знакомы с этим материалом, который я преподаю. Я изучаю психическое тело человека, и на основе этого изучения стараюсь давать людям советы. Эти советы очень хорошо работают. Давайте сейчас проверим. Кто из вас с помощью методички и вот здоровый образ жизни уже сейчас вылечил свои хронические заболевания? Поднимите руку в зале. Че, никто, что ли? Че-то мало. А чем вы занимаетесь тогда? Я не пойму. Слушать, че слушать толку? Я прошу оправдать Олег Геннадьевича. Я была на личной консультации. Вам спасибо большое. Я не хочу занимать ваше время. То, что говорит Олег Геннадьевич, и то, как он спасается. Ну, вам помогло вот это, то, что вы делали? Или нет? То, что я делала? То, что вы мне сказали? Да. Ну, да. А больше я ничего говорить не хочу и не хвалить за ничего. Я просто пришла сказать спасибо и все. Спасибо вам большое. Ну, мой хороший, вы меня разочаровали. А че я вообще сюда приезжаю, когда вы никто ничего не делаете? Че, вы только слушаете, что ли? Вы сказали, вылечили, а вы поддерживаете здоровье. Не запустили же здоровье. Хорошо, а кто не запустил, поддерживает из... О, дорогое дело. Знаете, видите, я же ползал. А? Бег, пост, каждый месяц, закадыш. Да, молодцы. И нормально, здоровье хорошее, да? Душа у всех здоровая. Что, душа здоровая? Надо, чтобы все было здорово. Здоровой душой можно в ящик сыграть, тоже легко. Ладно, хорошо. Спасибо, что вы выступили. Ну, почитайте, поизучайте мужчину. Я как раз этим и занимаюсь. Я с помощью вот этих методик помогаю людям вылечить хронические заболевания. Потому что хронические заболевания, они основаны не на физическом теле. Почему врачи, вот, не лечат таблетками, можно было бы вылечить. Почему не вылечиваются они? Потому что причина хронических болезней, это ослабление органов. То есть органы ослаблены. И врачи говорят, у вас, допустим, природно ослаблены органы. Но почему они природно ослаблены? Потому что туда не поступает энергии. Согласно восточной медицине, весь организм питается энергией психического тела. Психическое тело питается энергией от природы. У человека функционируют три энергии в психическом теле. Энергия воды, энергия воздуха, энергия солнца. И они закачиваются с помощью аскез в организм. Если человек эти энергии включает, нормально это называть здоровый образ жизни, то у него пробиваются блоки в психическом теле, которые формируются от неправильного мышления, часто от стресса. Вот у девушки от стресса сформировался блок на третьем психическом слое, который связан с сосудами, суставами, мышцами. И она его уберет с помощью аскеза и все, и последствия ее плохой ситуации закончатся. Когда человек систематически делает, эти аскезы совершают, то у него пробиваются блоки эти в организме. И потом, когда блоки уходят, психическая энергия, достаточное количество почки поступает на слизистую кишечника и начинает все восстанавливаться. На это еще уйдет там несколько месяцев. То есть примерно 7-8 месяцев очищения психического тела с помощью аскез, потом еще где-то 5-6 месяцев восстановления органов, и все, и дальше вы не болеете. Вот, допустим, я за 20 лет лекции чтения примерно 80 тысяч километров пролетаю в год. И у меня за это время, когда человек летает, вибрация вся идет в поясницу. У меня поясница подизносилась достаточно за эти перелеты. И когда я начал все эти аскезы сделать, то у меня ныло, вот ныло, когда какой-то орган, он лечится. Не острая боли такая, но еще, значит, лечение идет. У меня поясница ныла 3 года. После каждой пробежки она у меня ныла, потому что все восстанавливалось там. Сейчас, я вот завтра 8 утра, мы побежим 17 километров, мне 59 лет почти. Я пробегу примерно с пульсом в среднем 135 ударов в минуту в 17 километрах за час 50. Это 6 примерно минут 30 секунд километр. Это такой нормальный средний темп. Вот. А потом будем купаться в проруби, то есть сидеть 4 с половиной минуты в ледяной воде еще будем. Вот. И у меня поясница вообще не болит абсолютно сейчас. У меня не только поясница, у меня и колени пробаливали, и тазобедренные суставы, и печень, и почки, и башка. Все, короче, пролечилось. Сейчас ничего не болит. Бегаю, как конь. Может, все стерлось, как у меня, когда колено болело. Мне говорят, ты уже в возрасте, нельзя, у тебя стираются чашечки коленные. Коленные. Стерлись, все стерлось, ничего не болит. Ну, то есть, вы там, чем я заниматься, а тут у вас опасность онкологии прямо четкая в организме. Нельзя допускать такой риск. Видите, и вы не слышите меня. Как судьба действует? Я вам говорю, ходить 3 часа 20 минут, а вы, а, Олег Геннадьевич, а что еще? Вы ходите 3 часа 20 минут? Нет. А почему? Потому что вам не хочется, правильно? Что-то мешает, так ведь? Вот судьба и мешает. Тогда я буду домой выходить в 12 часов, в 12 часов. Моя хорошая, значит, работа получается, вы работаете, убиваете свою жизнь. У вас есть выходные? Выходные не надо ни раз в 5 дней, ходите раз в неделю. Ходите 4 часа тогда, сразу все 5 слоев, весь организм очищаете. Завтра приходить нужно вдохновение. Завтра мы бегать, а выходить с нами. Можете ползать, начать. Потом посмотрите, как мы в проруби сидим. Мы в Самаре было, ну, как бы, на мобилке показывало минус 20. Представляете, как это вообще бывает? Я думал, что вот в мобилке, то, что на мобилке показывают, это абсолютно истина. Но я знаю, что минус 23, это уже опасность для кожи, она на морозе, как бы, сгорает. Ну, минус 23, это уже опасно. А минус 20 нормально. Ветер не сильный. Так что я все рассчитал, думаю, побежим. Объявление сделали. Пришло человек 15. Начали бегать, ходить. А потом, когда мы пришли купаться в проруби, нам в этой будочке, где мы переливались, сказали, что сегодня минус 26. И у меня, ну, щеки вот здесь вот так кругляшками сгорели от мороза. Во время пробежки именно. Вот. А в проруби было 0,5 где-то температура. А в проруби в воде в это время даже теплее, чем на улице. Когда мы вышли, в воду залезли, было теплее, чем стояли снаружи. Ну, все покупались, кому надо там. И это все нормально, проблем нет. Только бодрость, легкость и счастье это все дает. Немножко щеки горели, поэтому я такой с румянцем и сижу. Ладно, пока люди собираются, и Миша разносит фрукты, которые он покупает, периодически, для разбрасывания. Ему нравится киви почему-то покупать. Вот. Наразит. Я понял. Мы общаемся с вами. Ваш вопрос. Добрый вечер, Владимир Геннадьевич. Спасибо большое за то, что вы есть, наверное, да. Мне жена говорит, спасибо, что ты у меня есть, и отвечает. Спасибо, что я у тебя есть, ем и буду есть. Дело в том, что вот последнее время уже давно-давно молюсь вместе с вами, да, каждое утро, и приходит как-то благодарность за то, что вот вы делаете, прям очень глобально выходит изнутри. Спасибо. На каждой лекции вас вижу, я уже к вам привык. И приходит понимание того, что вы привели меня к Богу, да, вот храмов сколько, сколько я, христианское, меня... Классно. Да. И храмы есть, а вот привели почему-то туда меня, и я вам за это очень сильно благодарен. Здесь вопрос, не хотел даже ничего спрашивать, потому что, наверное, думаю, есть более... Руку так тянуло очень серьезно. Ну, вот пришел, пришел просто уже, хотел спросить. Просто на работе с последним разумом, скажите, с органами нельзя ругаться, да, а в последнее время почему-то хочется с начальством... Особенно сейчас нельзя ругаться. С начальством почему-то очень... Сейчас очень жесткое время. Поставить, я вижу, несправедливость, которая... Сейчас неправильное взаимодействие с властями разрушает жизнь даже человека. Не то, что разрушает его репутацию там и все прочее. Сейчас вот так. действует... А как поворотит это чувство несправедливости? А чувство несправедливости это есть сила, которая разрушает человеку жизнь. Вот сейчас у вас идет удар по вашей деятельности. Он будет длиться еще полтора месяца. Чувство несправедливости возникло где-то около месяца назад и оно стоит в сердце. Стоит. Доставляет, доставляет. Попросил прощения у директора, да, что я ее там немножко третирую. Но вот сейчас все равно это возникает. Да, и будет она еще плохо вам делать в это время. А вам надо терпеть, прощать. Я понимаю, что я могу побороться. И на самом деле... Хорошо, если техническим языком говорить, вот есть, когда судьба плохая действует, три энергии. Одна из трех энергий истощается. Когда энергия воды истощается, у человека отчаяние в сердце возникает, у вас отчаяния нет. Когда энергия воздуха истощается, у человека возникает чувство какого-то безысходности, как будто стенка какая-то. И когда энергия солнца истощается, возникает разочарование. У вас энергия воздуха истощается, у вас чувство, как будто стена стоит между вами и старшими. Или отчаяние все-таки. На самом деле, благодаря вам, я не могу, я перестал понимать, какой у меня период в жизни. Вроде как чувствую негатив, но я понимаю, что я его могу преодолеть. У вас нет отчаяния, нет обиды, нет есть безысходность. Нужно длительное движение. Это блок на пятом слое, курить не хочется. Пятый слой, когда страдают у мужчины динамическое напряжение, вот я это назову, нехватка энергии воздуха, динамическое напряжение, то кофе хочется пить, курить. И сильная потребность в фильмах или азартных играх. Фильмы начали смотреть? Подсел, да? Отлично. Нужно длительное движение. Спасибо. Ладно, хорошо. Видите, лекции слушаем, мы все равно не делаем все как надо. Вот женщина, не вы, а за ней. Вы же с вами, мы уже говорили. Дальше, следующий. Да, вы. Олегина Ильич, я первый раз на вашей лекции. И не слушали до этого раньше никогда? Не так давно начала слушать. А что вам стукнуло в голову? Ой. Что случилось-то вы вдруг начали слушать? Какого-то непонятного лектора. Нет. После этой тракции, после этой связи, я думала, у меня что-то приснилось. А я там на этом интернете увидела. И резонанс был. И вот прям пошло и поехало. До этого я видела вас в интернете, но не цепляла вообще никак. А после? А голос занудный, что-то там все гонит. Нет. И сейчас у меня такой вопрос. У меня муж, когда 17 ноября, она снова пошла. Я с ребенком одна осталась. Мы в деревне живем. И как, что я могу сделать для него? Молиться. И как мы... Вот смотрите, молитва — это память о Боге. Человек вспоминает святость. Все, что святого было в жизни. Садитесь. Я вам сейчас расскажу. Все, что святого в жизни было, вспоминать надо. Вспоминать. Вот, ну то, что я вижу, у него, как только он пошел, была опасность гибели с самого начала. Его, видно, или поставили куда-то в опасное место, или хотели поставить, но не поставили. Так было делать? Я не знаю. Он вам не рассказывает. Знаете, он сначала потом ушел. Вы с ним общаетесь по телефону? По телефону общаюсь. Вот сейчас опасности высокой нет. Она была, это когда он только ушел. Очень высокая опасность сейчас уже нет. Видно, сразу куда-то в опасное место поставили. Сейчас нет опасности высокой, но опасность, конечно, всегда есть человек на войне, но высокой опасности нет. Она может начаться только через... Раз, два... Два месяца, две недели где-то. Через два с половиной месяца. Да. Да, вот смотрите, у нас будет ретрит, победа над судьбой. Надо обязательно на него прийти и поизучать, как правильно молиться. В целом, когда... Вот и вот память о Боге, вот этой молитвы ежедневная, она отодвигает судьбу. Первое сначала принять, что муж воюет. Принять это, спокойно подумать. Так Богу надо. Принять это первое, что человек должен сделать для победы над судьбой. Как Иисус Христос свой крест принял, так человек принимает свой крест. Если человек не принимает, побед над судьбой нет. Вторая стадия — это, когда вы молитесь, появляется спокойствие в сердце. Спокойствие в сердце — это 33% побед над судьбой. Дальше идёт влияние. То есть вы сначала очищаете своё сердце, первый круг судьбы, второй круг — это связь, ваша ниточка между мужем и женой. Вы его начинаете чистить. То всех, ну так, схема у всех одинаковая работа, но в её случае вот так. То есть у вас, у мужа, формируется не тревога, а память уже. Сначала в вашем сердце всё успокаивается. Потом, когда вы вспоминаете мужа, у вас появляется спокойствие, память и знание. На второй стадии победы над судьбой человек начинает чувствовать судьбу и понимать, что может произойти. Третий круг побед над судьбой — это, собственно, победа, то есть преодоление опасности. Когда приходит жестокая судьба, только она убивает людей, то бывают всего два состояния психические, которые жена может испытать. Первое состояние очень опасное — молиться не надо, всё хорошо, всё нормально. У вас сейчас нет, да, вмотает голову, но такое может быть. Просто вы услышите меня. Вот всё нормально, всё хорошо, молиться не надо, как-то спокойно. Наверное, может, он уже возвращается. Это означает, что смерть пришла, и она не даёт уже дальше никому ничего делать, и она успокаивает, убаюкивает людей. Если вы знаете, что вот когда такое ощущение, что молиться не надо, всё нормально, всё хорошо, всё спокойно, значит, тогда вы молитесь ещё сильнее в это время и чувствуете, что молиться труднее стало, как будто вам не хочется. Такое ощущение, что это мешает. И если вы молитесь всё равно, то потом дальше возникает другое ощущение. И, собственно, это ощущение означает, что вы подошли уже к судьбе напрямую. Это холод в теле, появляется такой озноб, холод, сковывание психическое, вот так всё тело сковывает. И чувство, что он неминуемо погибнет. Вот такое ощущение возникает, если вы встретились лицом к лицу с жестокой судьбой. В это время память о Боге, она пугает. Ну, жестокая судьба, её действие такое главное, но человеку не даёт даже дёргаться. Она пугает просто, как мышка, когда она видит кошку, она так раз и застывает. И та её просто ест. Вот. Это означает, что не справляется человек с судьбой. Вот. И если человек всё-таки тренированный, он помнит о Боге, думает о святости и славит Господа. Ну, мы говорим на лекциях, что значит молитва. Молитва — это не думать о муже, а думать о Боге и славить Его. А мужу Бог будет помогать в это время, а не вы. И постепенно вот эта скованность внутренняя, психическая проходит. Остаётся просто страх. И дальше, и чувство, что всё может быть, получится. А потом дальше три круга судьбы уже идут. Спокойствие в сердце, влияние. У меня сейчас большой опыт, потому что много-много людей молятся за своих близких. И все люди, которые правильно всё делают, все до одного, ещё раз повторяю, 100% спасают своих мужей. Вот правда, все, кто молятся серьёзно, все спасают. Вплоть до того, что у меня есть даже два случая, когда вообще человек не пошёл на войну, несмотря на то, что ему пришла повестка, не то, что он куда-то сбежал. Он поехал туда, его не нашли в списках. Она, женщина, молилась по 8 часов в день. Его список не нашли, отправили назад. Он хотел, но его отправили. А второй случай, там некомплект произошёл. То есть, какой-то, я не знаю, как это происходит, но там сформировали команду, и он как бы должен был в какое-то спецпредразделение попасть ей. Ему говорят, мы тебя не можем взять. Мы уже сформировали всё, жди. Он до сих пор ждёт. То есть, не внимают. Вот. Ну, то есть, молитва так женщины помогает. Поэтому нужно учиться этому, этой практике, особенно, когда жестокая судьба действует. Нужно этому учиться, и это работает. А как учиться? У нас будет в третий день ретрик победы над судьбой. Кто из вас вот ходит регулярно по Димителю? Вот. Помогает вам в жизни это? Ну вот, и надо продолжать. Ладно, мои хорошие, на этом вопросы закончены. У нас все собрались. Сейчас будет тогда уже у нас беседа. Первое. Ну, мы говорим о причинах конфликтов и методах их устранения. Конфликт — это необходимость. Что такое конфликт? Конфликт — это когда ты дошёл до определённой точки своей жизни, начал идти не туда, дальше в жизни не туда. И судьба поправляет человека. Судьба — это не злая вещь. Она может жестоко действовать, но это тоже милостивая судьба, даже жестокая. Она учит человека преданию, молитве и так далее. Не все, правда, хотят учиться, поэтому жестокая судьба, она не считается даже жизнью человека. Конфликт означает недопонимание. Вот, допустим, конфликт между мужем и женой. Это значит, что нет знания. У нас с вами произошла необычная связь с женщиной на первом ряду. Ваши украшения сверкают и отражаются прямо мне в глаза. В глаза мне прямо слепят меня, и я всё время думаю о вас. Да, спасибо вам большое, что вы меня поняли. Ну да, да, у неё сияют. Ваши украшения очень красивые. Прямо в глаза этот блеск идёт. Конфликт, да, возник у нас? Потому что что-то помешало в жизни. Итак, обычная ошибка в чём заключается у людей? Они начинают... Две ошибки. Первая. Человек считает причиной конфликта своего близкого человека. Это абсолютно неправильное мышление. Если ты настроен ему доказать, что он неправ, тогда конфликт усиливается и может привести к разрушению семьи там или на работе, к разрушению. Ну вот в частности, как бы в вашем случае, что судьба вам хочет объяснить? Она вам хочет объяснить, что всё, что вы здесь видите в этом мире, это всё внешнее. Не надо так сильно глубоко на это реагировать, понимаете? То есть если вы сильно с Богом связаны, о Нём думаете, чувствуете вот это счастье духовное в отношениях с Высшей Истиной, то отношения с начальницей уже не настолько важны, чтобы идти и разрушать себе жизнь через выяснение этих отношений. Понимаете? Ну то есть когда человек молится, океан страданий превращается в лужицу от телячьего копытца в ведах, говорится. Ну, телёнок, когда идёт в дождь, там грязь вокруг, и он продавливает ножками своими землю. И вот такие маленькие-маленькие лужицы возникают, такие дырочки. Вот эта лужица от телячьего копытца – это результат молитвы. То есть та же самая начальница, чувство страдания есть, но оно минимальное и не вызывает ощущение, что надо идти там и с ней там ругаться. Понимаете? Потому что значимость вот этой ситуации жизненной становится минимальной, когда у человека значимость Бога возрастает, то значимость этого мира, в котором мы живём, уменьшается, и человек таким образом может самоконтроль сохранить. Понимаете? Вот это и есть ваша задача сейчас – научиться себя контролировать через контакт с Высшей Истиной. Субтитры создавал DimaTorzok